добрый день дорогие друзья коротенькое видео о моих пересадках продолжаются летние пересадки у нас в этом году лето очень дождливая и достаточно прохладная поэтому пересаживаем даже в июле моя гортензия вимс ред начала гореть на солнце я поняла что вот это место в которое я изначально хотела ее посадить в тенек это то что ей нужно потому что на солнце эту гортензию лучше не сажать по крайней мере на юге вот она теперь у меня поселилась рядышком с сосной орегон грин здесь вы видите еще пустое место гринтауэр будем сажать рядышком в общем то на этот ряд большие планы мне еще надо сюда посадить 4 сосны сюда также буду сажать еще гортензии то есть я решила сделать такой интересный ряд гортензия сосна гортензия сосна и вот так вот у меня получается интересно сейчас подойдем к сосне бомбина это сосна которую я получила из минска на балберсе я заказывала как видите она прекрасно прижилась мы сажали в июне месяц прошел вы видите что приросты пошли а у нас шли дожди и я высаживала ее из горшка поэтому даже в июне неплохо прижилась также я пересаживала в июне место на место уже с цветами гортензию лаймлайп большим комом ну как видите благодаря дождям тоже она здесь прекрасно прижилась и не погорела потому что те гортензии которые остались у меня на солнечном месте горят здесь у меня забор западная сторона забор я очень переживала что света не хватит и соснам и гортензиям тем более но оказалось что это не так так что вот этот весь забор он будет весь засажен в общем то сколько смогу столько я сюда еще буду подсаживать там дальше у нас есть сад продолжение забора что если муж поделится территории садовой то будем продолжать сосны сажать и туда кортензия цветет кантиллайт садила ее в прошлом году уже наверно она была трехлетним кустом что видите как прекрасно она цветет в этом году тоже сидит под забором а полутень но на юге это ее спасает от выгорания если бы она была на солнце наверно выгорела бы полностью место оставила под сосенку никиши которую собираюсь еще покупать в августе так что у нас тут помните я отрезала у majestic blue верхушку вот она выдала вот такую ветку которая теперь все равно как верхушка то есть у majestic отрезать верхушку для того чтобы она медленнее росла совершенно бесполезно она выдвигает новую и вуаля то же самое получается муж сказал больше не надо резать давай пусть будет как будет она еще не такая большая пусть растет что еще хочу показать же картензии другие полистар выгорела пришлось полностью ее обрезать такая красавица первая и прекрасным образом прекрасным образом она цвела очень красиво абсолютно не терпит солнце еще один кандидат на пересадку может быть даже сегодня пока пасху может быть даже сегодня пока пасху но я ее пересажу в тенеку моя хупси в которой тоже отрезана макушка но это уже не я видите теперь вот она дает такие маленькие 5 сантиметровые приросты но от этого она пушистее красивее на мой взгляд вот саммерсноу гортензия прекрасно это двухлеточка это ей получается третий код уже сажала ее в ноябре прошлого года вот сейчас июль вы видите светение очень красиво посмотрите ближе такие вот у нее замечательные листочки цветочки очень мне понравилась она тоже подгорает но совершенно не так как Вимс Ред она в общем-то выдерживает более или менее наше солнце оставим ее здесь на солнце елочка которую на Валберис тоже заказывала вместе с сосной бомбина это елочка лавка глобозов тоже с ней я думаю что все хорошо не замечательно дожди идут поливаются значит все хорошо будет приживаться сейчас еще покажу некоторые мои гортензии так гортензия шугараж очень мне понравилась конечно чуть-чуть есть цветки которые подгорели но все равно более или менее вот гортензия постельгрин сгорела полностью красиво очень здесь свела сгорела и это кандидат на пересадку под забор получил то есть все что вот так вот горит подержим и все можно пересаживать так выглядит сейчас на данный момент веточка которую я обрезала с гортензии как лайт в марте и вот она в июне выглядит вот таким образом просто я в марте ее обрезала и воткнула в землю на улице на улице в землю то есть вот она дала корешки эта ветка и дала вот такой вот пересадку так моя негиша горит солнце ей тоже не нравится из чего я делаю вывод что второй негиши будем сажать под забор это уже пускай будет здесь посмотрю еще пока будет гореть или нет не знаю даже что будем делать если гореть будет и дальше очень не хотелось бы ее пересаживать еще раз вот такая сосна как негиша она очень плохо переносит летнюю пересадку для нее лучший период пересадки это наверное октябрь ноябрь или вообще еще похолоднее ну когда уже наверное где-то плюс десять плюс пять может быть даже меньше чем плюс пять это будет лучше чем вы пересадите ее летом то есть не все не все растения хорошо отзываются на пересадки летние но тут тут очень важно еще какое лето если у нас идет жара это одно а если прохладные дожди то вот как этим летом то еще все можно пересадить так что вот такие вот у нас планы планы по расширению есть штук десять еще наверное я хочу посадить растений в этом году шесть я уже заказала шесть или семь это у меня сапхоза приходит будем сажать сентябре я все вам покажу и расскажу ну так же еще здесь у нас в городе есть у меня поставщик у которого я тоже буду еще покупать и подсаживать так что надеемся что сентябрь будет у нас плодотворным по посадкам так вот у нас сейчас выглядит наша западная сторона фастегиата красавица и это сосно-черная фастегиата очень мне нравится 30 сантиметров прироста в этом году вообще молодец тоже она была пересажена были у нее проблемы на прежнем месте из которого я ее пересадила поэтому вы знаете я очень советую если вы посадили растение и видите что оно прям вот чахнет на этом месте возможно вы заглубили корневую шейку тогда надо обязательно срочно вынимать откапывать и пересаживать возможно само место как-то не нравится почва или не нравится свет как падает растение не мучайте его лучше пересадить сразу и чтобы оно не теряло как бы годы на вот этом вот месте где ему не нравится поэтому я активно занимаюсь пересадками если вижу что растение не нравится я его быстренько убираю с того места на которое я его посадила так что вот в этом году у меня очень-очень много пересадок но практически все они удачные поэтому я довольна результатом мой орикон грим вот так выглядит вимсред пересаженная солнцепилка видите как подгорела но я еще до этого знала что она любит полутень поэтому всем советую если кто-то не знает куда ему посадить свой вимсред если вы купили не знаете куда посадить выбирайте не слишком солнечное место если у вас особенно южные области ну все на сегодняшний день у нас уже пошел дождик замечательный сейчас все польет всем пока